Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Mass Effect, и в этот раз мы наконец-то сможем слетать на миссию. А то что-то в прошлый раз меня прям поймали в болтовню, и всё. Так, это у нас DLC, это у нас DLC. В остальных что-то мигает. Поговорить с кварианцами нет. Дома Андерсона нет. Колонии Азари. Найти бывших учёных Цербера. Но в любом случае, одну из этих миссий мы начнём. Давайте, наверное, с колонии Азари. Ну и, наверное, было бы неплохо здесь посканировать. Ух. Что-нибудь тут есть? Топливо. Много топлива. Хм. Ну, оно нам не нужно. Горе-то в этом. Оп. А здесь? И быстро-быстро-быстро суда расследовать? Что здесь? Ещё горючее. Да вы издеваетесь, оно мне не нужно. Ну, мы с вами сделали тапс. Так, о колене. 50% кстати, там всего лишь найден. О, это как-то. Ладно, а тут? Тут ничего. Ну, мы бодро сваливаем. Идай же. Мы с вами очень мастерски делаем тапки, поэтому никто у нас пока что не поймает. Биллион, 50%. Да, что ж мы там не нашли-то? Может, ещё топливо? Чёрт знает. Здесь, о, что-то нашла. Давайте-ка посмотрим, что же Сузи там нашла. Запуск сканера. Ить, блин. Чё-то санса тут не так. Так. Ну, библиотека Аши. Это, кажется, кому-то на цитадели нужно было. Кайф. Одну штучку нашли. И все ресурсы здесь собрали. Теперь колонию Азаги. Азаги. Так. Ну, блин, как бы нам так тут посканировать, чтобы всё разом зацепить? А, здесь типа безопасно? Угу. Здесь типа безопасно. Даже обидно как-то. Ну, ладно. Отправляемся тогда на миссию. Лесус не слишком популярная планета Сад, условия на которой немного выходят за пределы комфортных для Азария. Её гравитация высока, заболевания чрезмерно заразны, почвы не подходят для выращивания съедобных растений. Хорошая планета Сад. Отличная просто. Планета Сад, на которой нельзя выращивать съедобные растения. Другую информацию получить очень сложно. Правительство Азари в отношении Лесуса проявляет неожиданную скрытность. Обычно планеты Сады, колонизированные так давно, имеют большое население, но на ночной стороне Лесуса сложно заметить свет от городов. Полетели? У меня главный вопрос. О, а вот ответ на мой главный вопрос. Кайден с нами. Давайте с нами тогда пойдёт Гарусяка и Кайдену попробуем. Чё бы нет. Так, ну а Шепард, вопреки как бы всему здравому смыслу, мы возьмём Чёрную Вдову. Но если у нас есть модуль, который увеличит наносимо бронебойное... О, улучшенный прицел, сверхлёгкие материалы, всего 8%. Но, кстати, 8% это ничего страшного, мы потом эту штуку проапгрейдим. Ствол с высокой начальной скоростью. О, вот это мне нравится. Блин, вес большой. Но... Но... Не, не откажусь. Я хочу её потестить. Если мы пистолет уберём... Вообще не помогает. То есть, в принципе, винтовка настолько дофига весит. Если мы мотыгу уберём... Ну, да. Но как бы без мотыги мне не нравится. Ха. Ну ладно, давайте так. Чёрт с ним, что у нас будет за всю миссию использовано два скилла. Кайден. Кайден, друг. Мститель и пистолет. Давайте ему... Так, у... А, хищник. А что-нибудь есть? Более уронистая, с меньшей меткостью. А, палач. Акалит. О, Акалит ему дадим. Ну, естественно, на Акалит мы поставим... Бронебойную модификацию, допустим, и... Пистолетный ствол крупного калитра. Ха. Так. А Гарусяки? Давайте-ка Гарусяки тоже дадим Чёрную Вдову, а? Во. И ему поставим модуль концентрирования. Удлинённый ствол. И там есть ещё вот это вот... Тинч, тинч. Ствол с высокой начальни... А, мы не можем два ствола поставить. Понятно. Два ствола не можем. Тогда вот так бронебойную модификацию. И вот так. Фух. Ну что. Ага, будем пробовать эту команду. Нам ещё предстоит, видимо, Кайдена прокачать. Потому что он только-только появился у нас. Офицер Альянса? А. Ммм. Чё-то он уже частично прокачан. Барьер. Да, барьер я хочу. Снижает получаемый урон на 5%. Да. Естественно, снизим урон. Урон. Повышает силу умений. Повышает скорость восстановления щита. Силу умений. И снижает получаемый урон на 10%. Да, наверное. Опустошение. Уменьшает запас здоровья и цели. Ослабить её защиту. Получаю я в защиту от урона. Неплохо, да? Хочу. Хочу. Продолжительность. Здесь у нас... Увеличивает радиус. Давайте. Повышает скорость перезарядки. Повышает защиту от урона. Так, 12 секунд. Так, 10 секунд. Но, с другой стороны, они не так охотно свои скиллы юзают. Повышает эффективность барьеров и брони на 75%. Фу, ещё бы. Так, и заморозка. Перегрузка. Да, перегрузка у нас есть. Давайте заморозку возьмём. Здесь у нас что? Увеличивает длительность действия и радиус удара. 4 секунды, 6 секунд. Давайте длительность возьмём. Скорость передвижения. Увеличивает тур. Уменьш. Ну, давайте вот это. И всё. И всё. Кайден вкачан. Ну, давайте перегрузку возьмём, не знаю, там, два ранга. Просто, чтобы у него был этот скилл на случай, если они его умно применяют. Именно когда надо. Узнал что-нибудь по заданию, Лиара? Верховное командование многое скрыло от нас. Мы направляемся к монастырю Ордат-Якши. Ордат-Якши? Вроде Моринд? Нет. Нет. Эти Ордат-Якши жили в монастыре. Они не захотят и не смогут кому-то навредить. Тем не менее, они сильные биотики и потенциально очень опасны. Вот почему Верховное командование послало дистанту в ответ на сигнал бедствия из монастыря. Усиленная биотика? Отлично. Как поступят? Дистанта должен был закрыть монастырь, если есть угроза бегства Ордат-Якши во внешний мир. Закрыть? То есть уничтожить? У них была при себе взрывчатка. Да. Моринд была опасна, но разве Ордат-Якши как-то угрожают галактике? Моринд еще только осваивалась. Ордат-Якши в рассвете сил оставляют за собой невероятное количество трупов. Поэтому Верховное командование не успокоится, пока это место не будет уничтожено. Они не могут допустить, чтобы хоть кто-то из Ордат-Якши бежал. А мы не можем их использовать на войне. То есть у нас есть какое-то потенциально сильное оружие. Да, оно опасно. Но при этом, черт возьми, оно... Сильное? Нужно быть осторожнее. Может, от Ордат-Якши послали сигнал бедствия. Если Азари хотят, чтобы мы уничтожили это место, я желаю точно знать, что произошло. Верно. Когда мы доложим обо всем Верховному правительству, они перестанут губить жизни зря. Уф. Сейчас будет веселуха, да? Как всегда. Шепард, первым делом патроны. Не забываем. Шепард, первым делом снайперка. Давайте потестим ее. Патроны при этом выключились. Все, патроны включились. Снайперка. Везде писали, что это прям, ну, как бы финальное оружие. Самое крутое, самое что есть. Просто адского, уничтожаемого и так далее. Датчики визора показывают, что челнок еще не остыл. Прибыл недавно? Резин визор. Блин, и вот в узких коридорах лифт сломан или энергии нет. Да, в узких коридорах нам, конечно, снайперка нужнее всего. Блин. Ну, будем стрелять ноу-скопом. Блин, какие... Знаете, когда говорят монастырь, я представляю себе такой тибетский монастырь или что-то. Послушайте. Кричит не один. Да, ну, то есть никак не монастырь из стекла. Ой, тьфу, стекла из стали. Свет, не свет. Да ну в задницу. Вот миссия еще не началась, мне уже страшно. О, слышали? Внимание. Снайперская винтовка, боезапас, стенной сейф. О, компьютер. Всему персоналу и ученикам. Вывешено новое ежедневное расписание. Время побудки сдвинуто на 15 минут вперед. Дежурные по этажам смогут загрузить график дежурств уже на этой неделе. Если у вас возникнут вопросы, можете обратиться ко мне или к матриарху Галли. С уважением, директор Джетра. Расписание, чувак бы с ним. Если кому-то интересно, можете поставить на паузу, почитать. Так, здесь что-то есть? О, здесь что-то есть. Жнецы, теперь мы знаем, почему десант не отвечает. У нас три мне по пути. Что жнецам нужно от Ордат Якши? Что-то полезное? План задания, на котором отмечены координаты бомбы. Она в главном зале. Десант очень хочет уничтожить это место, но, по крайней мере, это не бомба-сюрприз на тучанке. Ордат Якши или нет, но эвакуация могла бы спасти много жизней. Если выживших нет, то отправимся в главный зал и активируем бомбу. Ух ты, и нам за это дали уровень. Но, слушайте, мы с другой стороны вообще не огляделись. И вот здесь не огляделись. Напоминание. Ученикам запрещено посещать комнаты друг друга или встречаться в помещениях, неодобренных персоналом. Также ученикам запрещено пользоваться внешней сетью без разрешения старших преподавателей. Исключений из этих правил нет. Первые нарушители будут лишены личного времени на месяц. В дальнейших случаях будут применяться заключения под стражу. Монастырь – наше убежище. Чтобы он продолжал им быть, мы должны идти на жертвы. Если мы сможем это сделать, я верю, что дальше мы будем существовать в мире и порядке. Матриарх Гала. Матриарх Гала. Ну, в принципе, да. Если они никак не запалятся, ну, то есть, представляете, какой интерес может представлять монастырь, полный Ордат Якши, для каких-нибудь сумасшедших чуваков, как... Я что-то слышал. Оступился. Виноват. Гальская электронная подпись. Как хорошо, что мы сюда завернули, да? Только зачем она нам? Блин. Вот я себя чувствую нелепо, да? На эту миссию со снайперкой. Тут темно, как... Ну, в общем, темно. И... Ууу, КПК. Толок, ты не поверишь, что для меня достала Янис. Копию Венни. Да, встретимся после ужина в библиотеке. Принеси с собой что-нибудь из конспектов. Сегодня по этажу дежурит Рила. Будем ждать у Восточного Видеобанка. Не могу дождаться. Приходи. Да, не забудь стереть сообщение, как в прошлый раз. Да, выгласен. Ну, кто-то этого не сделал. А что за вилла? Это то, что там просили нас достать еще? Было бы здорово здесь все найти. Так, там дверка не дверка уже. Шепард. Прэкскок. Патроны. Внезапные. Так, здесь тупик. Тогда сначала осмотрим эту часть. Слушайте, ну, у них условия-то отличные, кстати. Ну, то есть, да, они живут в затворничестве, но, будь моя воля, я бы тоже жил в затворничестве. Нафиг вообще выходить и видеть других людей. Ну, шучу, конечно, но в основном, как бы, одному мне очень даже неплохо. Но хотя они не одни в том пределах. Они с одними и теми же людьми постоянно в одном месте. Да, наверное, разница есть. Ну, что ты? Хорошо. Я тебя едва услышала. Самара? Как же много времени прошло, Шепард? Никому другому я бы не была так рада. Здесь сложно кому-то доверять. Что привело к юстицару сюда? Здесь несколько веков живут мои дочери, Гарус. Я пришла за ними. К сожалению, к моменту моего прибытия жнецы уже побывали здесь. Мы встретились, когда ты охотилась на другую свою дочь, которая была Ордат Ягши. Эти тоже опасны? Полер и Рила следуют правилам монастыря самого прибытия сюда. Они не склонны к насилию. И ты здесь, чтобы спасти их. Я за них отвечаю. Нельзя это игнорировать, даже если вся галактика разваливается на части. Пойдем вместе. Может, твои дочери смогут рассказать, почему жнецы напали на это место. Подозреваю, им есть о чем нам рассказать. Прошло несколько веков с тех пор, как мы виделись в последний раз. У нас мало времени. Мы встретимся вновь. Я прогоню этих чудовищ. Подожди. Пошли. Пошли. Уф, она, конечно, самоуверенна, как минимум. Меня зовут Ташья Парей. Я ранена. Тяжело. Отдайте это, моя любимая. Ее зовут Вешра. Я попросил ее отправиться на цитадель. Скажите, Вешра, что я люблю ее. Скажите, что жалею обо всем. Я была идиоткой. Я не хотела Вешра. Хотела только... Всегда хотела, чтобы тебе было хорошо. Люблю тебя. Я так люблю... Оу. Но пока мы еще не встретили ни одного живого противника. Потенциальных мертвых. Огромный комплекс. Тут жило несколько тысяч азарит должно быть. Не вижу выживших. Я тоже готов поспорить. Большинство были гражданскими. Уф. Так. Так. Ну, кстати, вот здесь простреливаемость отлично. То есть, если бы нам посражаться с кем-нибудь, кто пойдет вот из тех ворот, воротец, это было бы... Что это? Ой-ё. А я не успею так прицелиться даже. Блин, а восстанавливается все очень долго. А-а-а. А-а-а. Ух. Не, ребятки, это пока пушка не для меня явно. Шепард. Ну, то есть, в основном, конечно, я привык полагаться на наши биотические скиллы и на мотыгу. А тут получается, что мы и на скиллы свои полагаться особо не можем. И перегружены все, и вообще. Может, винтовка эта и хороша, но, возможно, в чьих-то других руках. Или чисто если, там, допустим, у тебя солдат. Ого. Ого. Ну да. Видимо, не для того класса. Окей, следующей покупкой будет пистолет. Уж тяжелый пистолет-то точно нам нужен. Ну, то есть, наш хорош, но, полагаю, что за 200 тысяч он будет тоже неплох. Так. Что происходит? О, они поперли. А, кстати, вот теперь возможно. Шепард, заряжайся. Вот теперь возможно. Ага. Все целы, кстати. Все целы. О. Ну да, у нас с вами гораздо интереснее умение, которое наносит урон. А не вот эти вот пострелушки. Тем более, перезарядка, скажем, прямо не самая быстрая. Хотя, ух, хотя она почти ваншотит вот эту дрянь. Ага. За это ей, конечно, уважение и респект. Во, мы можем заюзать, типа, наш скилл какой-нибудь, ну, типа перегрузки. И потом вы... Но потом, до следующего раза, как мы сможем заюзать перегрузку, пройдет несколько веков. Тысячелетий, блин. Ладно, мощная. Эта штука когда-то была озаре. Я бы не надеялся здесь кого-то найти, Шепард. Так, ладно. Ну, кого-то найти ты не надеешься, но я надеюсь здесь найти что-то, что нам может пригодиться. Вот что я надеюсь здесь обнаружить. Так. Ну что, заходим. Ребятушки наши в порядке, патрошки наши заряжены. Шепард спасай ее. А, ну, или так. Мама, ты пришла? Как только смогла. Шепард, это Фалерия, моя младшая дочь. Она, как ее сестра Рила, Ордат Якши. Они... Мама, они забрали Рилу. Что? Я увидела, как эти создания увели ее в главный зал. Я пыталась туда попасть. Что жнецы здесь делают? Собирают нас, как урожай. Превращают нас в этих чудовищ. Пожалуйста, не дай им сделать это с Рилой. Азари думают, что нападение произошло из-за Ордат Якши. Это наш дом. Большинство из нас рады, что живут здесь. Монастыри Ордат Якши могут обрести покой. Она может обрести покой. Фалерия говорит правду. Я могу подтвердить ее слова. С гордостью. Тогда мы должны скорее найти Рилу. В главном зале бомба. Бомба? Разве вы пришли не спасти нас? Мы пробуем, но это место должно быть уничтожено, Фалерия. Ты говоришь, как десантники. Они даже не попытались кому-то помочь. Фалерия? Прости. Фалерия! А Шепард тоже бы так сказал. Главный зал. Она ищет Рилу. Встретимся там. Пожалуйста, поспеши. Ну, еще бы. Ну, вы, конечно, молодцы. Вам так это... Без проблем. Такие хоп-хоп-хоп взлетели и внизу уже. А у Шепарда как бы лапки. И у Гаруса лапки. Да и у Кайдена тоже лапки, в конце концов. У нас отряд котики. Хе-хе-хе. Так. О! Джатра, это Галла. Я заблокировала доступ в экстронет. Не хочется, чтобы ученицы переживали из-за информации о жнецах. Тем не менее, стоит проверить наши запасы. Перед вечерней молитвой принеси мне полную опись. Ближе к ночи я свяжусь с Тесси и узнаю, из-за чего Азари вступили в войну. Ступай с миром. Эээ, ты быстрее могла начитывать, а? Окей. Эй, дайте сохраниться. Ладно. Ну, благо мы больше не наде... Хотя... Ну, в целом, вот тут работает отлично. Вот тут, кстати, нормально справляется винтовочка-то. Особенно, если в бошку сажать. Но, к сожалению... О, не-не-не, нормал вообще. Прям тема бодрая. Ух. Как в тыкву сраную. Да, но привыкнуть к такой медленной перезарядке наших скиллов я, наверное, не смогу. Там кто-нибудь есть? Не, нам просто так, наверное, не дадут на них охотиться, как к этим браконьерам. Во. Ну, ладно. А, наплечнички. Так. И немножко панацелина. Приятно, что здесь дают не только целин, но и опыт при любом раскладе. Потому что во второй части там либо-либо. То есть ты не мог как бы собрать и такой, ух ты. Поэтому приходилось постоянно себя ограничивать. Давайте вот ту часть тоже осмотрим. Потому что, ну, уже мы нашли много всего клевого. Я так подозреваю, что здесь еще столько же всего клевого нас ждет. О. Джетра, сдерживающую в камеру помещена новенькая. Что? Юстицар Фора, приведшая ее сюда, сказала, что у девочки были проблемы с осознанием необходимости прихода в монастырь. Это объясняет, почему она бросилась на охрану. Ей повезло, что там не было Форы. Кодекс Юстицаров предусматривает немедленную казнь за подобный поступок. Я спрошу у других Юстицаров, насколько серьезные физические воздействия разрешены Форе согласно Кодексу. Это не первый раз, когда задержанные ей поступают к нам в неменяемом от страха состоянии. Но этот раз точно будет последним. Матриарх Галая. Джетра. Я просмотрела дела всех кандидаток для визита на Тессию. И одобряю всех, кроме Янец. Она импульсивна, хитрая и, главное, романтична. Худшую комбинацию еще поискать надо. Я вообще удивляюсь, как она попала в список кандидаток. Хочется верить, что она не подтасовала результаты. Нам стоило больших усилий убедить правительство Тессии в необходимости посещения нашими лучшими ученицами их же родного мира. И пока Янец не вырастет, она в их число не войдет. Так. О, кредиты. Станция модификации оружия. Но... Стоп. Что? А, да, сверхлегкий материал надо для винтовочки прокачать. И тогда, может быть, мы ее с собой сможем таскать. Но пока что... Пока что она нам дороговато обходится. Но хотя я вот немножко пострелял еще. И в целом, конечно, кайф. То есть такая убойная сила. И причем эта винтовка еще не прокачана. Ей бы боезапас побольше. О, фак. И вот чтобы вот этой вот фигни не было. А, ешкин кот. Ешкин кот еще раз. А, уф. Я не понял, откуда нас так сшибают. А, вот оттуда. Вот. И в таких случаях нам резко приходится браться за наши скиллы, да? Ать. А как бы наши скиллы перезаряжаются со скоростью, ну, никакой. Но если ее вкачать, она будет полегче весить. А, черт. Там еще какая-то засранец. Просто по нам сандалит сбоку. Кажется. Эй. Блин. А у нас панацелин бесконечно, что ли? А. Или как он восстанавливается-то? Скажите мне. Я просто его заюзал несколько раз, а у нас все еще было семь. Уфак. Уфак. Вот он. Вот он, тот засранец, который по нам сандалил. Ну, в общем, винтовка хороша, чтобы расстреливать всякую трошанину издалека, но трошанину мы им от игры стреляем. Без получасовой перезарядки. Ну, мне надо было попробовать. Знаете, они так хорошо все писали. Да, наверное, солдафончику, у которого там три скилла, которые включил и бегаешь, будет ок. Будет ок. А вот классу, который, в принципе, построен на том, что у него куча умений, и он их может юзать в удобный момент, не ок. Не ок. Эй, кто? Кто в нас сандалит? И какого фига у нас с вами закончились все патроны? Блин. Еще такая Шепард, торопись. О-ко-ко, Шепард. Так, винтовка. Я сказал, винтовка. Вот. Верная, надежная мотыга. Вот что мне нравится. Но реально, наверное, ее таскать с собой не буду. Она прикольная в целом. Ну, так. Но то, чего это нам в итоге стоит, того не стоит. Скажу вот так. Это главный зал. Ну и плюс, если враг оказался вблизи, ну, по крайней мере, вот мой Шепард, он вблизи особо-то не боец, то, как бы, с этой винтовкой вообще смысла нет. Поэтому лучше, действительно, там, пистолетом издалека, ну, или на средней дистанции, и, соответственно, винтовкой абсолютно так же. Да, нам сказали, Шепард, поторопись, но Шепард должен все осмотреть. Еще тело десантника. Она погибла, сдерживая жнецов, или ее просто бросили. Надеюсь, первая. Не то место, где хотелось бы умереть. Назови хорошую Кайден. Хе-хе-хе, верно. И то верно. Так. Лифт. Что-то наших ребят стратежно нет в кадре. А, есть. Фуф. Патроны. Во. Зарядили патроны. Ну что? Бомба. Бомбел. Я сохранился, потому что чувствую, что сейчас мы будем принимать решение касаемо этой бомбы, блин. И вот, наверняка, все будет, как всегда. То есть, выбор из серии с вилкой в глаз или остальных опций, вот и бомба. И Фалера. Рилла, Рилла, проснись. Фалера. Рилла не слышит нас. Смотри, она все еще жива. Да, только боюсь, она в беде. Рилла? Рилла, ты меня слышишь? Она сейчас отыдренью станет? Почему она это сделала? Потому что начала превращаться в одну из чудовищ-жнецов. Прости. Сможем активировать бомбу? Без детонатора нет. У десанта должен быть детонатор. Надо поискать. Уф. Позже. Задница. У нас с вами из арсенала против этих тварей только гранаты. И то не очень помогают. Вот потому что скиллы наши, если мы их будем юзать по кулдауну, они юзаются крайне редко. Если бы кто-нибудь из наших потанковал бы хоть секунду. Но нет же. Оф. Ладно, наши танкуют, кстати. Я должен был заподозрить что-то неладное, когда нам просто так дали две аптечки. Вот реально. Шепард, шепард. Не ловимся. Шепард. Пистолет. Шепард, пистолет. От себя грену. И валим. Валим. Шепард. Нет. Одну сложили. Аминь. Тебе я вообще не хочу здесь видеть. Дрянь я такая. Ну-ка, грена. А, поздно грена. Шепард. Шепард, вали. Вали к чертям. Кайден. Кайден. О. Кстати, Кайден. Раз на то пошла такая оглушающий выстрел. Нет. А, контакт на имену. Попробуй хоть как. Кайтмастер Шепард просто. А. Черт возьми. Купила дура сапоги, а. С винтовкой с этой. О, застрянь. Застрянь там, сволота. Ага. А, не похоже, чтобы эта штука отсюда могла выйти. Хоть это радует. Последний уничтожен. Пока да. Нужно вернуться к бомбе. Да? Когда эта штука тут так орет? Она превращается же. Валерия, скорее, к подъемнику. Рила, что ты делаешь? Слишком поздно. Они идут. Их несколько сотен. Бегите. Шевелитесь. Нет. Рила. Я люблю тебя. Рила. Рила. Ну же, Рила, справься. Рила, справься. Ей же надо выпустить нас, подъемник. Какие твари уродливые, а? Мы не ваши рабыни. Ну, хоть мы выбрались. Фу. Рила. Мы даже не успели с ней проститься. Немногие способны вырваться из-под ластя жнецов. Рила была особенной, как и любовь к тебе. Мы оставили ее умирать. Рила сделала свой выбор. Она напомнила мне о том, что важнее всего. Почему я поклялась оставить привычную жизнь. И что это? Фалерра. Кодекс говорит, что Ордат-Яхши не могут жить за пределами монастыря, которого больше нет. Что ты делаешь? Извини, Шепард. Кодекс Юстицара. Есть только один способ спасти Фалерра. Мама, нет. Дочери мои. Все вы оказались намного сильнее, чем я думала. Отпусти. Что ты делаешь? Следую кодексу. Расставаясь с жизнью, я не могу убить последнюю из своих дочерей. Тебе не нужно этого делать. Фалерра? Я останусь здесь, дома. Что бы ни произошло. Без надлежащего монастыря я могла уйти отсюда в любой момент. Чтобы следовать кодексу, в душе здание не нужно. И если вернутся жнецы живой, они меня не получат. Я обещаю. Тогда кодекс допускает, что бы ты осталась. Когда война закончится, я навещу тебя, если смогу. Как должен Юстицар. Я пойму, если ты захочешь помочь Фалерре построить новый дом. В первую очередь, мне нужно сразиться со жнецами. Я поговорю с Фалери, а затем присоединюсь к твоей команде. Если тебе нужна моя помощь, конечно. Ты окажешь мне честь. Это для меня честь, друг. Здесь мы закончили. Давай, Челнор. Слушаюсь, капитан. Иду на дым. Я прочла ваш репорт. Рапорт. Мы не знали, что ситуация ухудшалась настолько быстро. Поэтому мне пришлось взорвать бомбу. Нет ардат Якши. Да упокоится ардат Якши с миром. То, что с ними случилось, ужасно. Я отправила в обитель еще один отряд десанта, но теперь их можно перевести под командование адмирала Хакета. Они будут верно служить вам, капитан. Прощайте. Ух ты. Ну, что ж. Сделали хорошее дело, получили какую-то награду. И, пожалуй, я бы на этом этот эпизод и закончил. Бой был очень сложный. Пожалуй, мне такого еще не доводилось испытывать. Но просто в основном за счет того, что я пожадничал, повелся на описание всех. Типа, какая классная винтовка. О, боже мой. О, винтовка. Тьфу на нее. Ладно. Спасибо Миша Лебедеву. Миша Фемену Зуклике. Андрею Фиолетову. Максиму. Воваеву Константину. Захару. Алексею Смирнову. Эдуарду Бабушкину. За то, что вы продолжаете поддерживать канал. И всем вам огромное спасибо, что вы приходите и смотрите эти прохождения. В следующем эпизоде, видимо, нас ждут ученые Цербера. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok